Накануне в день рождения столицы Ненецкого автономного округа в торжественной обстановке паспорта граждан Российской Федерации вручили 15 горожанам, достигшим 14 лет. Церемония вручения паспортов прошла в рамках всероссийской акции «Мы граждане России». Чтобы событие для 14-летних подростков было запоминающимся, документы, удостоверяющие личность, традиционно вручают представители государственной власти, дающие напутствие юным гражданам в их теперь уже почти взрослой жизни. Получение такого важного документа, как паспорт, оно уже ко многому обязывает. С одной стороны права, с другой стороны наступает большая серьезная ответственность. Воспользоваться многими гражданскими правами дети смогут лишь с 16 лет или с наступлением совершеннолетия. Но вот получить легальную работу с заключением трудового договора можно уже в 14-летнем возрасте. Правда, тут не обойтись без согласия как минимум одного из родителей. А работа может быть только легкой, не должна мешать учебе и наносить вред здоровью. Рабочее время не должно превышать 24 часов в неделю. С правом работать связано другое право 14-летних – самостоятельно распоряжаться заработанным. Вместе с правами приходит и ответственность, например, за уголовные преступления. Случись что, придется отвечать по полной программе. С 14 лет наступает ответственность за целый ряд серьезных преступлений против личности. Ну а с 16 лет наступает ответственность и по всем остальным статьям Уголовного кодекса. Надо признать, что это логично. Права всегда существуют только в комплекте с обязанностями. Появилась теперь у 14-летних еще одна ответственность – беречь свой паспорт. Ведь паспорт знаменует начало самостоятельности, паспорт знаменует начало новой взрослой жизни. Но также паспорт является эталоном некоторых ваших личностных характеристик. Ведь по тому, как вы будете относиться к паспорту, можно с полной верностью судить о том, как вы относитесь к окружающим, к родным, близким, к родителям. Паспорт является основным документом гражданина Российской Федерации, который удостоверяет личность, и его надо бережно хранить и использовать по назначению. За утерю паспорта или его порчу может наступить административная ответственность. Нельзя также забывать о своевременной замене паспорта в 20 и в 45 лет. Впрочем, это дело будущего. Жизнь только начинается. Впереди у вас огромное будущее. Будущая страна в ваших руках. Для тех, кто только приближается к своему 14-летию и будет впервые получать паспорт, а также родителям подростков, будет полезным узнать, что при получении документов впервые необходимо соблюсти несколько правил. Как только ребенку исполнится 14 лет, родители обязаны собрать требуемые документы и подать их в миграционную службу. На это дается ровно 30 дней. Если ребенок не получил паспорт в 14 лет, то на родителей будет наложен штраф за просрочку. Когда ребенок получает документ впервые, требуется обязательно подтверждение гражданства. Для этого миграционная служба просит предоставить определенный перечень документов. Но обратиться можно не только туда. Сегодня граждане могут получить документ через сайт Госуслуг и через МФЦ. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал Север.